Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 6 декабря, блогер из Перемиса, Турника ГВ, Бессонов Алексей Владимирович. Ну, у нас такой с вами небольшой монолог, если хотите, такая хроника, катастрофа, я ее называю. Да, почему? Ну, друзья мои, сегодня письми пишут, что ректор какого-то университета Горного Екатеринбурга собрал учителей, преподавателей, сказал, что не надо выйти на маленькую зарплату, найдите себе любовника. Ну, в общем-то, так сказать, и не думайте о деньгах. Ну, в общем-то, это конец, друзья мои. То, что пережили наши люди за 30 лет, полное обнищание, катастрофа реформ 90-х годов, тотальная мафизация всей системы управления, организованная преступность и так далее. Ну, и сегодня, фактически, в режиме нет никаких шансов. Было уничтожено 70 тысяч предприятий, фактически была навязана суперавторитарная конституция. Более того, нет такой социальной группы, нет такого населения, которое бы не пострадало от этих реформ. Пострадали только кто? Жулики, мафия, мошенники, бандиты. Те пострадали все, те не пострадали, остальные все пострадали. И когда мне говорят, вот что ты добился, ты вот ругался в 90-е годы с руководством ФСБ, тебя в психушку бросали, ранили, что ты говорил, что руководство ФСБ при помощи бандитов решало хозяйственные вопросы, дети страдали и так далее за это. А я отвечаю на вопрос, а кто в нашей стране выиграл? Хоть один, назовите, одного нормального, порядочного человека, который бы выиграл от этих реформ. Еще раз говорю, выиграли жулики, проходимцы, мерзавцы и подонки. Все остальные, все пострадали. Ладно, там моя судьба. Люди жизни теряли. Посмотрите, что на Донбассе творится, людей убивают. Что в Чечне творилось, люди, так сказать, и так далее. Люди страдали от преступности, всех обложили там и так далее. Моя судьба, я горжусь своей судьбе. Почему? Это еще раз говорю, что при коммунистах в КГБ была нормальная кадровая политика. Туда попадали только те, кто должен был попадать, да, кто в смутное время будет держать нить прямой. Достоевский писал. Кстати, у нас схожие с теми судьбы. Федор Михайлович, поручик, в 28 лет стоял у расстрельного столпа, да, в последний момент приговор за участие в кружке Петражицкого, в 28, и в последний момент смертную казнь заменили на каторгу. Его подельник сошел с ума. Я в 26 лет, да, меня в психушку бросали. Я кричал и говорил, что вы негодяи делаете при помощи бандитов, решаете хозяйственные вопросы, страдают дети, женщины, ребеночек, трехлетний, я ее закрывал пулей, когда она стреляла. А вот я и до сих пор, это у меня стоит перед глазами. Да, то есть она даже не плакала. Она просто села и начала писать, потому что она испугалась, они стрелять начали и так далее. А руководство стоит и улыбается. Они все это организовали, надо было квартиру чеченцу этому дать, они говорят, выселишь, мы тебе дадим квартиру. Прекрасно знали, как он будет выселять. То есть тогда был полный, 90-е годы, полный хаос. Можно было творить что угодно. Бандиты, все эти в Москве, в Москве все театры, чеченские, бандиты зубные, весь бизнес под себя, что называется, подмяло. Бизнес платил деньги всем этим бандитам потом найти. Преступные деньги скупались, акции, предприятия, заводы. И сегодня не все удачные бизнесмены, солидные люди, депутаты. Все вошли в известную партию. Мне говорят, а ты вот чего добился? Я добился тем, что я был с вами, мои любимые граждане. Я вас защищал. Вы меня, на меня, у меня другая профессия. Знаете, здесь знаменитый монолог, хотя говорят, что это митрополита Колчина и Ивана Грозного. Когда царь сказал ему, объявил ему митрополиту, что ты репрессиями занимаешься и так далее. Николай Иван Грозный сказал, с меня спросят за царское, а не за Божье. Понимаете? Так и здесь. У меня другая профессия. Меня родина поймала, одела погоны для того, чтобы я соблюдал законы. И заставлял, в том числе и руководство ФСБ, начальство, кто угодно. Такова судьба. Я считаю, что в моем лице, моя система эти функции все выполняла. Мы не ангелы. Хорошего во мне мало. И слава Богу, что нет хорошего. Но, тем не менее, законодательство мы соблюдали и заставляли их соблюдать. Лица, совершившие преступления. А тем более в отношении женщин и детей малолетних. Кем бы они ни были, президентами, директорами ФСБ, БББ, они должны сидеть в тюрьме. Я не буду сидеть. Вариантов здесь я никаких не вижу, потому что это святое. И через это мы никогда не перешагнем. Я считаю, что в моем лице, в моем лице эта система справилась с этой задачей. Ну, а то, что я прошел все эти испытания и так далее, вы меня и защитили, граждане, не возмутились. Ну, знаете, в смутное время, тот же Достоевский писал, не каждый может держать ней прямой, видеть цель. Были наши, наши выпускники, вот Михаилович Стрипашкин, я горжусь его, очень люблю и очень уважаю. То же самое. Прошел через тюрьмы 4, полковник 4 года получил. Уже они тогда, в 95-м году находили схроны, когда Ельцин пытался взрывать и так далее. Да, суды, незаконные приговоры, судей, которых совести не было, выносить такие приговоры и так далее. Самое страшное, что нет сегодня людей в системе управления порядочной, которые сказали, пошел нахер, ничего я не буду делать, делайте, что хотите. У нас все это будет, все восстановим, будет нормальная система управления, которая будет защищать ваши любимые граждане. Еще раз говорю, с нас просят за царское, а не за Божье, понимаете. Пускай Бог там к совести упивает и так далее, а мы преступников, вложи соединительные сказки, подсудим их. Но, к сожалению, так сказать, к сожалению, нас никто не защищал. Ну, ладно, что поделаешь. Поэтому ситуация, кризис колоссальнейший, друзья мои. Мы получили даже не латиноамериканский вариант, а африканский вариант. Ну, сегодня 70% живет на 15-20 тысяч. Неси даже в глаза, смотришь в глаза, люди в страх у людей. Безнадега такая, понимаете. Все всего боятся. Полтора процента, в основном чиновники, вороваты. Весь же бизнес завязан на чиновников. Ну, как делается бизнес? Очень просто. Вот недавно я совсем тут. Скупают землю, которая идет под снос. И получают за это выкупы. Знаем прекрасно, что, так сказать, она пойдет. Трасса будет проходить. Дома пойдут, настаиваются. Миллиардные состояния получают. И ни один, ни прокурор, ни сотрудник ВСБ, ни одна прокурорная система не задала вопрос. Что вы делаете? На какие деньги? Откуда деньги появились? Так, эта декларация не ратифицирована. Все, так сказать, полный процесс мафизации. И я вам хочу задать вопрос Путину, Владимир Владимирович. Но на кого вы будете опираться? Где у вас эта гвардия? Где вот эти 28 панфиловцев, которые будут эту великую страну задержать и закрывать свои грудью? Вот у нас они были. Я горжусь, так сказать. Моя судьба, моя, так сказать, судьба Михаила Ивановича Стрипашкина, его подвиг, это как подвиг, так сказать, 28 панфиловцев. Враг не должен пройти, кем бы он ни был, президент, ЦРУ, если он агент ЦРУ, если он враг, нарушает законность. Наша задача организовать оборону и держать эту оборону. И Михаил Иванович, и ваш покорный слугамы эту оборону держали. Нас просят не за Божье, а за Царское. Поэтому вот такая смута, так сказать, она коснулась всех, просто душу наше, сознание наше. Но тем не менее, я рад, что мы эти удары держим. Так и должно быть, потому что, так сказать, то, что можно быкугой, а то нельзя Юпитеру. Поэтому сложная ситуация, страшная, катастрофа случилась, понимаете. Когда Ельцин и его выродки, так сказать, уничтожили государство, все незаконно, ни одна копейка закона не была заработана. Мафия во главе страны, вытворяет с любимыми гражданами все, что угодно. Но никто от ответственности не уйдет. Да, геноцид не попадает по сроке давности. Никакого, никаких миллиардеров здесь не будет. Все, так сказать, как они вас разорили, так на законных основаниях мы их, как подонков, разорим. Никаких будущего у них нет. Спасибо, Ваш Бессонов Алексей Борисович.